Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами на выставке в Берлине, показываем вам, что здесь происходит. Народу очень много, поэтому если будет тут трястись изображение, что-то будет не так, простите нас. Мы просто очень хотим вам показать все, что здесь на самом деле делается. Вот яркий пример. Проходим мимо стенда, который, как я подозреваю, привлекает людей тем, что раздает еду. Но я предполагаю, что, наверное, здесь нового ничего показать невозможно. Мы с вами идем, как и обещали, в поисках светоча мировой науки и прорывных технологий. Я имею в виду проект гиперпетля Hyperloop, который когда-то анонсировал, точнее, идею, которого когда-то высказал наше все нынешнее. Когда-то был Пушкин, а сейчас наше все это Илон Маск. А воплощать его взялись три разные компании, которые пока что, может быть, действуют как лебедь-рак до щука, а может быть, действительно делают что-то полезное. Вот это мы с вами сегодня и попытаемся выяснить. Итак, сейчас мы находимся в холле 2.2. Мы идем на стенд. Сейчас посмотрю, по-моему, 401, да. И компания называется Трансподс, ой, Транспод, извините, оговорка по Фрейду. Так, видите, действительно ажиотаж, но сейчас мы их обязательно найдем. Как-то совершенно невозможно их найти. Мы прошли всю, кажется, уже выставку по центральной части, по крайней мере, мы их не заметили. Так, в какой-то мы идем совсем уж закоулок. Так, сейчас. Кажется, здесь. Да, точно. Вот. Транспод. Так, что это здесь? Если посмотрим, здесь у них труба. Ну, изображение, имитация трубы есть. Телевизионные экраны есть. Какие-то люди есть, правда. Честно говоря, не сравнить с тем количеством людей, которые есть на нашем стенде. Так. Три телевизионных экрана. Макет. Макет того, что они, похоже, делают. И красивые, реально красивые картинки. Сейчас. Хотелось бы с кем-нибудь поговорить. А вот, какие-то люди есть. Сейчас попробую подойти. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты работаешь на этом роте? Да. Я прит motive транспорт. Так что вы делаете компанию, которая выполняет идеи Elon Musk, если я не ошибаюсь? Да, одна из трех компаний, которые работают на это, и мы рады, что это делать, definitivamente. Хорошо, и какие ваши достижения, какие вы привезли здесь? Может быть, под или что-то, что мы можем пересекать и посмотреть, как вы двигаетесь дальше? Да, мы представим первый концепт, как вообще, как выглядит автомобиль, и также на бусе на другой стороне. Мы просто есть устройство VR, где люди могут испытывать, как выглядит внутри. Если вы хотите попробовать, вы можете больше всего этого, поэтому мы имеем различные конфигурации для интерьера. И люди могут даже видеть, потому что мы пытаемся обеспечить клаустрофобическим аспектом. И у нас есть устройство, которое выглядит как небо, которое будет в будущем в будущем. Спасибо. И я слышал, что Elon Musk сказал, что это была плохая идея, для того, чтобы путешествовать в воздухе в воздухе в воздухе. И я слышал, что одна из трех компаний сейчас использует Меглев, или магнитная левитация. Какая-то ваша компания планирует делать в этом отношении? Да, то есть, после Меглев, у нас есть много технологий. Так что, две другие компании, если я не ошибаюсь, используют пассивные левитации, пассивные магнитные левитации. На другой стороне, мы пытаемся быть осознанными о том, что мы знаем, что используем в Западе, как это было слишком дорого, если у нас есть лучшее возможность установить инфраструктуру. Так что, на нашей стороне, будет активная магнитная левитация. Так что, используя оборудование, как это в стиле, нужно принимать преимущество этого. Я вижу. И что вы думаете, о словах Elon Musk, что, если он это сделал сегодня, он бы просто использовал пассивные левитации? Итак, первое, я думаю, что мы в хорошей форме, что это не будет смерть. Но, на самом деле, мы можем использовать, и мы можем использовать, и мы можем использовать, для того чтобы сделать пассивные левитации, так что мы можем найти компромиссы, чтобы сделать это работать, definitivamente. Спасибо. И где мы можем увидеть это? Да, конечно. Давайте посмотрим. Хорошо, спасибо. Здесь, где мы находимся. То есть, здесь визуализация того, что они пытаются сделать, как я понимаю. И вы можете также посмотреть на специальную комнату, которую мы имеем на уровне. И это выглядит как-то из-за. Это выглядит как-то из-за. Это выглядит как-то из-за. Да. Да. То есть, визуализация, это не как обычный экран. И это действительно происходит с неба. Если вы посмотрите через эту комнату, то вы имеете впечатление, что это как сделать экзамен, и вы смотрите в небе. А, это позволяет помочь к клаустрофобным людям? Да. Такое, что вы имеете впечатление, что вы будете видеть на под, как вы будете видеть на 360-мород I see. Хорошо. Это лучше, чем на авиаде. Спасибо. Так. Мы не понимаем, что вы делаете, спасибо за вашу презентацию, почти на экскурсию. И наш цель для следующего Инно Транс 2018, это привести целый макет, чтобы люди могли понять и визуализировать целый продукт. Но он говорит, что их цель на следующий Инно Транс 2018 привести макет или часть макета, чтобы люди представляли, как это будет выглядеть. И какой цель вашей презентации здесь? Вы планируете заработать деньги для применения проекта? Или хотите продемонстрировать свой проект и найти потенциал инвесторов или клиентов для вашей будущей транспортной системы? Да, это такая комбинация для того, что вы просто сказали. Это для того, чтобы люди понимали, что это становится следующей генераторной транспортной системы. И это для того, чтобы найти инвесторов, потенциальных клиентов, объяснить людям и общество, как это работает, и обеспечить всех на этот новый системе. Спасибо большое, и мы желаем успеха вашему проекту. Спасибо большое. У вас тоже. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ну что, ребята, вы видели все сами. Если нас кто-то обвинял, что у нас картонные макеты, то здесь даже нет картонных макетов. А вот здесь есть картонный стенд, который показывает, я вкратце перевожу, что рассказал наш любезный хозяин. На телевизионных экранах показывается то, что они планируют построить, то, что нарисовали их дизайнеры. Мы сейчас идем к следующему стенду компании, которая тоже занимается воплощением гиперлупа. И нас завели в комнату, в которой тоже висит телевизор, который показывает под каким-то другим углом то, что они делают. А в потолке мы увидели люк, который имитирует открытое небо. Это для людей, которые страдают клаустрофобией, чтобы они чувствовали себя более комфортабельно. То есть, как сказал наш действительно гостеприимный, очень приятный собеседник, это, на его взгляд, лучше, чем самолет. Ну, может быть. Мы с вами все видим впервые вместе с вами и пытаемся во всем разобраться сами. Пойдем дальше. Итак, мы с вами в зале 3.2 и мы идем на стенд... Сейчас... Мы идем на стенд 201, где, наверное, самая известная компания, которая занимается воплощением данного проекта. Называется она Hyperloop One или Гиперпетля 1. Так, где-то уже должно быть близко. Ну, пока мы идем туда, посмотрите, пожалуйста, на... Великолепные пейзажи, открывающиеся вокруг. Так... Так, так... Вот я увидел какие-то тут... А, вот думал, это они уже, что такое реальное. Но это казались железнодорожные колеса. Так... Так... Это не оно. Сейчас... Какой... Неприятный сюрприз. Я уже думал, что мы что-то реальное пощупаем, увидим. Так, где-то в центре зала они должны быть. Идем, идем, ищем, ищем. Не все так просто найти на выставке на транс. О, нашли! Нашли! Тоже стенд сделан в виде трубы, как я полагаю, вакуумной. Так, здесь тоже какие-то телевизионные экраны. Вот Hyperloop One, большая надпись, чтобы никто не сомневался. Так... Ну, людей... Площадь большая, но людей как-то... Ну, опять же, я вижу девочек, вижу, что приятно. Картинки, экраны... А вот, может, девушка скучает с нами, поговорит. Hello! Не хочет девушка с нами говорить. Не любит она нас. Ну, переживем это, и не такое переживали. Так, так, так... Ну, я не знаю. А вот, 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 на нас показывают пальцем. Наверное, с нами могут поговорить. Привет! 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 Меня зовут Майкл. Мы также, among the exhibitors, на этой exhibition, и мы снимали фотографии для наших подписчиков, для наших партнеров, про эту exhibition, и мы, очень известная компания, Hyperloop One. И... Очень известная. Да, очень известная. Мы, очень известны, чтобы быть близкими. И, так сказать, я бы хотел спросить, что вы привели здесь? Что вы выигрываете в интернетранс 2016? Мы здесь, чтобы выиграть себя. Мы здесь, чтобы выиграть себе. Мы здесь, чтобы рассказывать всем, кто мы и что мы делаем, и... и... показать вам, знаете, что Hyperloop и что это может сделать. Что мы делаем? Может быть, есть какие-то партнеры, которые стоят на улице, или что-то, что мы можем почувствовать, и действительно чувствуем. К сожалению, все наши тесты происходят в США, и в Лас-Вегасе. Так что, все остальные команды остаются дома, строят все цифры. Но, у нас есть хорошие мозги, чтобы дать информацию. и все остальные в России. Свои спасти вalystы в этом展уле. Ага, иметь информацию, или найти финансовую поддержку, найти инвестироват, или, наверное, будущих клиентов для вашей технологии? Я думаю, что все равно мы хотим показать всем, кто мы. И мы здесь, и смелося Другие, мы хотим для людей, которые работают с хорошими работниками, хорошими компаниями, которые сотрудничают с такими вещами. Спасибо, Кристо. Это было приятно поговорить с вами. Удачи вам доброго дня и желаю успеха вашему проекту. Удачи! Ну что, пойдемте на следующий стенд. Так, ну, пока мы идем на следующий стенд, где третья компания уже представлена. В двух словах, на мой вопрос, что здесь представляет компания Hyperloop One, девушка очень милая по имени Кристин из США рассказала, что они приехали сюда представить себя. Вот. Когда я спросил, а что можно реально пощупать, потрогать, может быть, здесь на рельсах снаружи стоит их образец подвижного состава, она сказала, нет, к сожалению, вся работа ведется в США, все мозги, все работы, все там. А здесь они действительно, как и первая компания, ищут денег, финансирование потенциальных партнеров, заказчиков для своей будущей технологии и так далее. Ну, я пожелал им успеха. Идем на стенд третьей компании. Мы с вами пришли, не знаю, стенд это или нет, это место между стендами 20 и 21, так называемый Future Mobility Park или парк будущей мобильности. Здесь сама выставка бесплатно предоставляет место инновационным компаниям, которые впервые предлагают посетителям свою продукцию и свои разработки гостям выставки. И здесь как раз-таки присутствует и третья компания, которая разрабатывает проект Hyperloop, и в том числе и по соседству прямо рядом здесь и наш стенд. Повторяю, это выделено бесплатно, и все, что здесь делают наши люди, это на телеэкране показывают промо-ролик, который нами подготовлен для выставки. И наши, опять же, сотрудники из региональных подразделений перенаправляют пришедших сюда или случайно попавших людей на основной стенд в зале 4.2, который вы уже видели. Ну, и рядом с нашим стендом, вот, пожалуйста, Hyperloop Transportation Technologies, третья компания, тоже достаточно знаменитая, которая как... Да, сразу хотел сказать, вы не удивляйтесь, что стенды практически отсутствуют. Здесь стандартное расположение, и хозяева-организаторы выставки не разрешают вносить в них какие-то изменения. Здесь даже убрана вот эта тумбочка. Ну, здесь вижу симпатичную девушку, наши, правда, лучшие, на мой взгляд, которые на нашем стенде работают. Здесь экран, точнее, растяжка, или такой плакат большой, Hyperloop. И, как я понимаю, дают всем надеть, так, как это сказать, такие очки, или что, в общем, какой-то прибор, который изображает виртуальную реальность. Для того, чтобы люди прочувствовали, как можно себя будет ощутить, путешествуя по гиперпетле. Я не знаю, удастся ли мне... Да, ну, мы видим... А, в этом нет необходимости. Вот мы сейчас видим то же самое, что видит человек, который надел эти очки. Я даже не вижу необходимости, если честно, с кем-то говорить, что-то спрашивать, потому что я понимаю, что компания, раз она получила здесь место бесплатно и даже не купила другого кого-то места, ничего другого продемонстрировать здесь не может. Ну, что же. Возвращаемся в Освояси. Уже идите? Ну что, уважаемые друзья и дорогие партнеры, наша экскурсия по выставке сегодня и по трем стендам Hyperloop или гиперпетли окончена. Не считаю нужным что-то комментировать, высказывать свое мнение. Вы все видели сами. Извините за качество съемок, все-таки полевые условия. Если где-то я слишком много стоял спиной, в общем-то, вы видите перед собой документ. Как оно есть, как оно было на самом деле. Тем не менее, несмотря на все то, что я увидел, скажу по секрету, мне удалось добыть одно материальное свидетельство всепобеждающей идеи Hyperloop. И я его несу рядом со своим сердцем для всех поклонников этой технологии. Вот оно. Вот. Вот. Вот оно. И я призываю искренне и советую всем троллям, всем критикам нашего проекта поддерживать, хвалить, желательно вкладывать денег и побольше в проект Hyperloop. В одной из трех компаний, которые, мне так кажется, действуют как лебедь-рак до щука в данный момент. Свидетельство налицо. Я же, извините, не с вами, я же вместе вот со всеми этими людьми, которые вместе со мной говорят, строй Skyway. Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok